итак здравствуйте здравствуйте мои многоуважаемые любимые друзья давно мы с вами не виделись очень давно целый год целый год на youtube канале не выходили видео целый год 23 сентября 1023 год последнее точнее крайнее видео на youtube канале вышло сейчас 23 сентября 2024 год выходит очередное видео то есть один год мне потребовалось чтобы прийти в себя так давайте так и скажем сейчас в этом видео я расскажу куда я пропадал что я делал в это время мои небольшие мысли небольшие планы возможно об этом все итак поехали самого главного почему я пропал почему я пропал давайте скажем так темы rvc вот эти постоянные уроки мои помощь вам и так далее меня немножечко вывели из себя то есть меня не хватало стало не было просто энергии даже так можно сказать и я выгорел можно сказать это выгорание было и с этим выгоранием как бы я справился сейчас через год возможно новые видео будут по теме даже rvc но не точно почему я выгорел я записывал уроки то есть достаточно такие понятные как мне казалось сделай 1 2 3 и у вас будет все получаться люди которые сами что-то додумывали что-то свое привносили и делали 1 48 4 18 2 3 и у них естественно ничего не будет получаться то есть нужно сначала изучить базу что прежде чем ты что-то делать люди думали что я возможно что-то не договариваю что-то есть какие-то у меня секреты и пытались эти секреты какие-то найти разгадать но нет не было здесь секретов я вам давал всю информацию что я сам знал что сам понимал то есть сразу же выгрузались видео на youtube канал и потом постоянные вот эти комментарии к youtube видео постоянные вопросы в личку однотипные ладно бы это были разные какие-то вопросы но это были однотипные вопросы которые я разбирал видео то есть я видео каждый раз говорил что нужно сделать чтобы решить какую-либо проблему повторяй и все просто у тебя получится сто процентов у всех получается у кого-то почему-то все время не получается возможно вы что-то делали в невнимательно я не знаю и вот эти постоянные ко мне претензии хотя делал как бы на добровольной основе то есть я не денег не просил взять ничего то есть я на личных амбиций каких-то своих двигался пытался помочь и это меня свело то есть мне это надоело и я понял то что обучение эта вещь неблагодарная почему неблагодарная потому что это дается бесплатно вы не видите ценности в этом если дается что-то бесплатное вы думаете что есть где-то платное и лучше платного и лучше нету на самом деле это тоже самое можно сравнить что вы где-нибудь там скачали какие-нибудь курсы бесплатно которые как бы берут за это деньги люди но вы скачали их бесплатно и сказали себе ладно сейчас я буду изучать это поизучали урока три-четыре прошли и забросились и скачали другой курс накачали всех курсов и где-то прошли в каждом по два-три урока и вам надоедает знаете почему потому что нету ценности вы не даете никакой ценности этому то есть вы получили это бесплатно у вас нет ценности и вы это забрасываете быстро если вы заплатили бы за это деньги вы там грызли гранит науки и все сами бы изучали и так далее но здесь это все делалось бесплатно и поэтому людям легче было возможно не самим разобраться естественно а мне надоедать одним словом писать с одними теми же вопросами и меня это надоело честно слово и я немножко выгорел и сейчас вот я более менее еще пришел в себя после этого всего и так что еще что за год изменилось принципе ничего не изменилось за год с темой нашей рвси что там поменялось ты ничего кардинального тоже может быть там чуть что-нибудь и есть но это такие мелочи которые особо то ни на что и не влияют тема дипфейка та же самая тема что ничего особо не не поменялось а то есть нету людей не знаю либо нету желания у людей что-то улучшать делать либо это есть но это делается все на коммерческой на платной основе то есть улучшение что еще а с тем я поработал то есть я с некоторыми из вас возможно не знаю вы сейчас можете это видео я с вами поработал лично индивидуально какие-то интересные проекты которые мне предложили я в них поучаствовал разрабатывали мы с вами голосовые модели а поработал я также с каглом с каглом и плотненько посотрудничали по поводу наших веб юай приложений вот этих блокнотов с интерфейсом и мы пришли с каглом в к общему мнению что все-таки не стоит допускать туда халявщиков и одним словом все вот эти веб юай приложения мы запретили ну не все есть там кое-какие там костыли можно это сделать но это сложно с этим всем разобраться и если вы дадите эти блокноты в общий доступ буквально через два-три дня этот блокнот заблокируется и метод ваш уйдет на покой то здесь все просто то есть если вы нашли конец метод лучше аккуратненько никому не разглашая сами пользуйтесь никому не говорите о нем это сами самый правильный здесь вариант в крысу такую небольшую сыграть и делать то что вы хотите если вы у вас мощности своего компьютера не позволяют и другие варианты использовать эти разные облачные сервера таким образом чтобы не было интерфейса либо мы можете так же как вариант если у вас есть деньги вы можете снимать прямо реальные сервера с графическими картами с любой видеокарты там это стоит буквально 10 центов за один час или что-то типа такого смотря какую графическую карту естественно будете брать стоит небольшие деньги то сможете снимать сервера накатывать туда тоже самый rvc и там тренировать свою голосовую модель все достаточно таки просто так что еще поменялось за год ну я надеюсь я надеюсь ребята вы конечно нафармили ноткоины в себе то есть заработали 1000 долларов купили себе наконец-таки по 40 90 и у вас теперь даже нету мысли что я буду обузить кагал либо сейчас комичка нато полива сейчас литинг кстати скорость 26 числа буквально через пару дней листинг и там заберете свои тоже миллионы долларов и мы надеюсь день с вами встретимся в сицилии на берегу моря и будем там обсуждать наши насущие темы но не факт конечно но будем надеяться будем надеяться что так оно и будет какие планы по каналу честно сейчас никаких вот конкретных планов нет что допустим через неделю через два я выпущу какое-нибудь видео захочу какое-нибудь видео мне будет интересно возможно что-то я выпущу можете в принципе в комментариях предложить какие-нибудь варианты что посидел поразбирался и возможно я вам выключу какую-нибудь инструкцию либо свое мнение об этом поводе то есть спокойненько это все разберем но самый главный критерий сейчас чтоб не было интересно если не будет интересно скорее всего через себя и переступать как раньше не буду не буду играть вот в ту же самую деву марию которая хотела всем угодить была святой и так далее в нее можно сказать вытирали ноги но это грубо говоря конечно вытирали ноги меня никто ноги не вытирал но требования были ко мне как будто я что-то кому-то должен на самом деле если будет что-нибудь интересное обязательно ребят сниму если мне будет какой-нибудь другой формат интересно нужно голосовые такие какие-нибудь мои мнения мысли об какой-нибудь поводе я буду записывать голосовые вот такие просто сяду и там запишу такое голосовое если место будет интересно вам объяснить рассказать показать я сяду у компьютера вам объясню расскажу покажу сейчас говорю конкретно ничего такого у меня на ум не приходит но возможно все скором времени изменится то есть мне возможно невозможно даже точно очень многие нравятся проекты не проекты где хотелось бы мне самому разобраться как это работает и возможно я вам тоже объясню как это все работает ну и все наверное на этом можно и заканчивать это видео небольшое то есть для меня самое главное это было конечно выйти ровно вот через год ровно через год я думаю когда же когда же я все-таки видео надо выпустить я вот символическая дата один год я еще хотел том же самом месте собраться на природе сесть кайфануть там заварить все чаю также с вами посидеть пообщаться поболтать но как-то карты не сложились и поэтому я сегодня записывает видео дома но я думаю тоже она информативная достаточно таки получилось что вы наконец узнали мою причину отсутствия на канале и что канал все-таки еще живой живой и в скором будущем скором будущем не буду говорить о никакие конкретные даты вас ждет много чего интересного так что всем здоровья всем удачи берегите себя конечно же и своих близких с вами был андрей либо боя просто до скорых встреч пока пока